Продолжение следует... И дальше происходят очень неприятные вещи, когда у них рождается трое детей. Бог им дает плохие имена. Он называет одного Израиль. Это история такой маленькой гражданской войны, совершившейся в Израильской долине. Вторую девочку он называет Лорухама непомилованная. И третий мальчик носит самое страшное имя Лоамми, то есть не мой народ. Тем самым отвергает от себя этот самый избранный народ и говорит, что нет, вы мне никто. И первая глава заканчивается в этом смысле, конечно, очень печально. И для пророка Осии лично. За что же бедному пророку такая семейная жизнь кошмарная? И для народа, которому он пророчествует. А вторая глава вдруг неожиданно начинается с очень добрых вестей. То есть эта ситуация не навсегда. Но станут сыны Израилевы числом, как песок морской, который не измерить, не исчислить. И где говорили вам, не мой народ, там о вас скажут, сыны живого Бога. А как это вдруг? Что, собственно, изменится? А вот дальше он объясняет, что соберутся вместе сыны Иуды, сыны Израиля, то есть два царства, северное и южное, поставят над собой единую главу и поднимутся они от земли. Так велик будет день Израиля. Вот тот самый национальный позор, та самая бойня, то самое кровопролитие вдруг становится чем-то великим. И смотрите, вот книга пророка Осии, она показывает, что позор не надо прятать. Его надо преображать. Что темные страницы истории, будь то семейный разврат какого-то участника, члена семьи, будь то национальная. Не надо делать вид, что этого не было. Надо из этого выходить и изменять эту картину. И день Израиля становится великим днем. Говорите своим братьям, мой народ, сестер, помилованными зовите. Помните, вот эти имена, мы о них говорили в прошлый раз, я сегодня уже упомянул кратко. То есть народ, который не знает милости от Бога и который не его народ, называйте их другими именами. И не Господь дает сразу эти другие имена, а люди. То есть именно в общении между собой, давая друг другу новые имена, они на самом деле изменяют сущность всего происходящего. Они на самом деле делают так, что помилованные вместо непомилованных. Мой народ вместо не моего народа. И дальше такие неожиданно жесткие слова. Ведь это дети, как у Оси были эти самые три ребенка, так и это дети своего народа, дети израильского народа, северного царства. И это северное царство, израильский народ понимается как жена, как неверная жена Бога. И вот ее дети должны об этом ей сказать. «Теперь судитесь с матерью своей, судитесь, не жена она мне, я ей не муж». То есть смотрите, если вы отделяетесь от своей матери, от своего народа, своего государства, своей общины, то вы можете быть моим народом. А если вы остаетесь этим самым государством общины, если вы не оставите никакой границы между собой и ними, то вы вместе с ней не мой народ, потому что она мне уже не жена. Антипатриотичная позиция, да, скандальная позиция. Гораздо лучше быть любителем своего народа, своего государства, своей страны и своей общины. Не обличать. А вот судитесь, как может ребенок судиться с матерью. Здесь, конечно, Господь на самом деле судится с ней, но то, что представители этого народа, дети этой матери, признают саму проблему, то, что они понимают, на чьей стороне правда в этом суде, здесь и описано, как то, что они сами судятся со своей матерью, чего, наверное, в жизни из нас, конечно, никто не делает. «Не жена она мне, я ей не муж», — говорит Господь. «От блуда своего пусть отвратится, от разврата, что на груди лелеет». Ну вот и объяснение, почему. «Не то догола ее раздену, обнажу, как в день ее рождения, не то обращу ее в пустыню, как в сухую землю, заморю с жаждой». Но вот это раздевание догола, ну, позорная, конечно, вещь, здесь, собственно, служит символом засухи. Да, когда земля оголяется, растения на ней больше уже не растут. «И детей ее не пожалею, потому что они дети блуда, потому что мать их блудила, родительница их осрамилась. Говорила, пойду я к любовникам, что дают мне хлеб и воду, и шерсть, и лен, и масло, и напитки». Ну, здесь это, конечно, в языческих культах, о том, что вместо общения со своим мужем эта развратная женщина, образ израильского народа обращается к посторонним, да, к другим божествам в надежде получить от них всякие материальные блага. Ну, и, естественно, что женщина, которая пошла гулять там по всяким разным мужикам, она тем самым разрушает свой брак, да, и она уже не может считаться женой того мужчины, за которого вышла замуж. Собственно, вот в этом и логика не жена она мне. «За это я ее дорогу терном загражу, стеной перекрою, не найдет она себе тропинки, погонится за любовниками, не догонит, будет их искать, не сыщет». То есть это все еще и бесполезно. Вот все эти поиски языческого чего-то, все эти поиски какой-то другой духовности, они приводят лишь к тому, что, ну, все плохо, нет ничего. И вот тогда, когда она это понимает, скажет, вернусь к прежнему мужу, раньше было лучше, чем нынче. То есть она даже не воспринимает этого мужа как какую-то особую личность. Она говорит, ну да, вот раньше все было, вообще это постоянный мотив, вот раньше было лучше, да, мы постоянно это слышим. Но ведь это лучше откуда-то бралось, но ведь это лучше кто-то его ей давал. Не сознает она, что это я ей давал зерно, сок винограда, плод оливы, умножалось серебро и златы, из которых ваалов отливали. Ваалы – языческие божества, то есть Господь дает им достаточное количество серебра и золота, ну, для того, чтобы они там что-то украсили, или богатыми просто были. Они выливают ваалов, статуи такие. И за это у нее отниму я зерной виноград в пору жатвы, шерсть и лен, что наготу покрывают, срам ее перед любовниками выставлю, никто ее от руки моей не избавит. Ну вот, как раз понятно, что здесь двойной такой смысл. С одной стороны, это позорное обнажение, и нищета, и унижение, а с другой стороны, вот эти любовники как раз те, перед кем она хочет выглядеть хорошо. И вот ровно именно это у нее и не получится. И обращение к этим ваалам – это абсолютно бесполезное действие. «Прекращу у нее всякое веселье, праздники, новолуния, субботы, торжества, опустошу ее лозы и ветки смоковниц, а она-то принимала их за дары, что любовники ей приносили». Ну, то есть, на самом деле, все это от меня, а она считала, что любовники. «Прекращу их в заросли густые, пожрут их дикие звери. Я взыщу с нее за дни вааловы, когда она ваалом воскуряла, кольца ожерелья надевала и к любовникам своим ходила, обо мне забывая». Ну вот, главное обвинение, да, эта жена не просто неверна, но она постоянно бегает к этим любовникам-ваалам, и это, конечно, произраильский народ, который обращается к языческим божествам. «Пророчество Господа. Теперь уж сам я ее очарую, уведу я ее в пустыню, буду говорить с ней по сердцу. Я отдам ей ее виноградники и долину Ахор, врата надежды». Долина Ахор буквально – это долина беды, то есть, ну, какая-то долина, в которой что-то плохое происходило. Может быть, другое название Израиля, мы с ним уже сталкивались. Может быть, просто какая-то долина беды, то есть, место, где все плохо. Там, ответит мне, она как в годы юности, как в день, когда из Египта она вышла. То есть, Господь, тем не менее, едва она вспоминает о нем, пусть даже очень корыстно, пусть даже всего лишь потому, что ей самой нечего есть, пить, не у что одеваться, он готов вернуться к тому романтическому и очень теплому отношению, которое было у них изначально. Вот к началу, к истокам любви, вот той первой влюбленности, когда Израиль выходит из Египта, еще ничего не произошло, только начинает его история сбываться и происходить. И вот эта первая влюбленность, как вот, ну, наверное, каждый человек помнит, как он влюблялся, как это очарование. Еще ничего нет, еще ничего неизвестно, еще, может быть, ничего не выйдет, но вот это очарование уже есть, и хочется ему последовать. И вот оно-то как раз и вернется, и я сам, говорит Господь, ее очарую, я сам приведу ее в это состояние восторга, хотя абсолютно не за что, начиная с того, что она не моя жена, я ей не муж, вы мне не народ, вообще все плохо, но я сделаю так, что все вернется вот к этому нежному, раннему, юному чувству. И, может быть, это единственное светлое, что в этой книге в целом есть, да? Что, ну вот мы, да, люди, когда там уже вышли из молодости, мы так остро переживаем эту потерю молодости. И мы понимаем, что, скажем, даже если у нас сохраняется брак, даже если у нас сохраняются какие-то отношения с близкими нам людьми, ну, все равно вот этой свежести, юности, очарования, ну, глупости, наивности, может быть, уже не будет. Оказывается, может быть. Оказывается, все может вернуться. Может быть, потому что Богу очень нужна эта глупая, наивная очарованность. И Он готов сделать что-то такое, чтобы она нас не покидала. Ну, вот получается по книге Оси примерно так. И будет тот день пророчества Господа, «Ты назовешь меня мужем и не будешь уже звать господином». А «господин» – это то же самое, что «ваал», собственно, одно и то же слово. И вот, смотрите, «Назову тебя мужем», «Ты назовешь меня мужем и не будешь звать господином». Это ведь почти одно и то же. Но мы понимаем, что «господин» – это все-таки, ну, какая-то такая вертикаль, да? Вот «Ты мой господин» – это что-то такое, там, «белое солнце в пустыне», вот «восточные гаремы». «А ты мой муж» – это что-то гораздо более близкое, это что-то, вот отношения такие равноправные, отношения партнерства, отношения, где вы вместе. Ну, вот, из ситуации подчинения ты перейдешь, ты, неверная жена, ты, народ Израиля, перейдешь в отношение, в общем-то, равенства, в отношение взаимного приятия. «Удалю с твоих уст имена ваалов, отныне их имен уже не вспомнят. Я в тот день заключу для вас завет со зверями, полевыми, небесными птицами, с живностью ползучей, с мечом и луком, прогоню войну от этой земли и дам вам почивать безопасно». И вот, собственно говоря, это все сбудется, когда от ваалов, когда вот этих самых ложных любовников, эта женщина, этот народ, эта община обратится к своему подлинному господину. И, в общем-то, от нее даже много не требуется, не требуется каких-то подвигов, какого-то такого формального раскаяния. Просто передумает она, потому что они ей ничего хорошего не дадут. А Господь даст. Вот, собственно, об этом он и рассуждает в этой второй главе книги пророка Оси. Но мы ее чуть-чуть не дочитали и дочитаем в следующий раз вместе с третьей.